Рыба из Хаджибейского лимана опасна для здоровья. В ней обнаружили пестициды, среди прочих ДДТ или ДУСТ. Этот химикат, который использовали в качестве отравы для насекомых, давно запретили во многих странах, в том числе и в Украине. Несмотря на непригодность для употребления в пищу на Хаджибейском лимане, продолжают ловить рыбу и даже собирают за это деньги. Подробности неприятного открытия в материале моей коллеги Татьяна Блайд. Пять курсирующих лодок, около десятка рыбаков на берегу. Хаджибейский лиман – популярное место для любительской рыбалки. В районе печи даже организовали бизнес. Человек с удочкой обязан заплатить 50 гривен за возможность выловить пеленгаса или карпа. Как повезет. На лодочке можно выйти, у нас же лодочка есть. Конечно можно. А с лодочки тоже 50 или с человеком? Контролер, который собирает дань за пользование водоемом, хвастается. Лиман скоро зарыбят, ловля пойдет, пуще прежнего. Знаете, сейчас на 2 миллиона гривен зарыбление будет в ноябре месяце. На 2 миллиона гривен? Карпом, амуром, толстолобом, карасем будет зарыбляться. Рыбаки рассказывают, ловят на Хаджибей в основном для себя. Но продать нам еще живых пеленгасов с радостью соглашаются. Ладно, еще одну лукину будет все. О чистоте Хаджибейского лимана ходит множество слухов. Дуст, канализационные отходы. Все эти прелести приписывают водоему. С другой стороны, на лимане организовывают платную рыбалку. И можно даже купить рыбку и запечь дома. Прежде чем запекать, мы решили ее все-таки проверить. Действительно ли водоем отравленный? Насколько опасно употреблять из него рыбу? В лаборатории оставляем запрос. Просим проверить наш экземпляр на химикаты, обратить внимание на ДДТ или ДУСТ. Для справки. ДУСТ – вещество, которым в Советском Союзе травили насекомых-вредителей. Со временем химикат запретили. Оказалось, он пагубно влияет на экологию. Если попадает в организм человеком, повышает риск развития рака. Меняет структуру генетического аппарата. Мы как-то поехали на рыбалку, стали готовить рыбу, уху варить. Ее стало невозможно есть, потому что резкий запах ДУСТа. Кинули собакам, собаки есть не стали. Валерий – рыбак с многолетним стажем. Рассказывает, на Хаджибийский лиман перестал ездить около пяти лет назад. Хотя здесь хорошо шел бычок и пеленгаз. Отпугнул мужчину резкий запах ДУСТа в рыбе. А вот бизнес по продаже рыбы из лимана процветает, уверяет Валерий. То, что эта рыба, безусловно, попадает на рынки, это однозначно. Хотя бы потому, что рыбак платит деньги рыбнадзору 50 гривен, чтобы поймать ему. Ему нужно эти деньги как-то вернуть себе. Безусловно, я ее готов продать. Я могу даже допустить, что ее могут продать даже под видом кефали. Потому что пеленгаз, он очень похож на кефаль. То, что на прилавках привозом продается рыба из Хаджибии, активно обсуждают на форуме «Одесский клуб рыболовов». Прошел сегодня мимо цыганского лотка с Хаджа на привозе, на котором карась, пилинокунь и недокарпик. Вонища такая, что нужен противогаз. Дешевле на три гривны и толпа бедных стариков. Ничего не пойму. Как это можно вообще продавать? Почему от рыбы несет дустом и откуда в водоеме взялся опасный химикат, нам рассказали в экологическом университете. В Алтестово, которое находится на берегу Хаджибийского лимана, хранили, были склады ДДТ, куда поместили, то есть пиститизм, который поместили после аварии танкера «Моздук», который затонул возле Одессы. В советское время о крушении судна с отравой промолчали. Емкость из ДДТ достали со дна и разместили в Алтестово. Недавно химикаты вытекли. Была информация о том, что часть вот этих пестицидов была смыта в лиман. О прозрачности воды говорить не стоит. И самое неприятное в этом – в лиман сливают канализационные отходы. В районе села Нерубайское, возле дамбы, наша команда обнаружила четыре трубы. Регулярно, каждую минуту, каждую секунду сливаются отходы. Сливаются прямо без какой-либо особой очистки. Просто сливаются, это хорошо видно по цвету. Руслан Балдежар, местный из вокруг Аджибейского лимана, знает, как свои пять пальцев. С этой территории связан его проект «Жемчужный берег». В нем описывает, как из промышленного района Пересыпи сделать курорт. Проблема с отходами в его проекте тоже решается. По сути дела, речь шла о замене насосных станций на локальные объекты утилизации отходов, которые давали бы, соответственно, очищенную поливную воду, давали бы в ряде случаев удобрения, давали бы непосредственно уже готовые к использованию сырьевые продукты. Сегодня станция биологической очистки «Северная», которая выводит отходы из города в Хаджибейский лиман, работает на старом, еще советском оборудовании. На выходе из очистных сооружений концентрации вот этих питательных биогенных веществ, они, как правило, в несколько, в десятки, а некоторых и в десятки раз превосходят те показатели, которые приняты в мире. Многие населенные пункты либо не имеют вообще канализации, либо канализация есть, но очистка канализационных стоков не проводится. Эти стоки, которые являются жизнепроизводными этих больших населенных пунктов, как Усатого, Нерубайская, Холодная Балка, Межлимания, они стекают в Хаджибейский лиман. Из-за плохой очистки стоков в лимане активно размножаются водоросли. Рыбе это не на пользу, говорит их теолог Сергей Хуторной. На экспертизу мы принесли ему купленный на Хаджибей пеленгас. Недоочищенные сбросы провоцируют массовое цветение водорослей. Вот они могут вызывать вот этот специфический гнилостный такой запах тины, скажем так. Большое содержание водорослей в желудке рыбы может в некоторых случаях провоцировать даже аллергию. И не исключены пищевые отравления. В институте морской биологии сетуют. Хаджибейский лиман нуждается в исследованиях. Мы в своих обращениях и вот в отчете, который мы вот сейчас сдаем по проведенной работе, как раз и рекомендовали, что хотя бы 4 раза в месяц поквартально контролировать ситуацию с уровнем загрязнения воды, донных отложений. Рыбу потребляем. Обязательно брать рыбу на контроль. Рыбу на контроль пока что взяла наша съемочная команда. И по результатам лабораторных анализов в Пеленгасе нашли дуст и не только. Было обнаружено 3 пестицида. Это гептохлор, который у нас превышает. То есть он не превышает, он не допускается, а в нашем образце он обнаружен. Также был обнаружен гексахлоран и ДДТ и метаболиты. Весь этот набор химикатов способен натравить человеческий организм. Это в первую очередь аллергические будут реакции, отравление, летальный исход может быть. Потому что пестициды имеют кумулятивный характер. То есть они накапливаются. Наша команда не рекомендует есть рыбу, выловленную в Хаджибийском лимане. И не покупайте этот продукт в непроверенных точках. Редактор субтитров А.Семкин